Маша, здравствуй! Посмотрел твои гаммы, послушал и этюд. Значит, гаммы стали лучше. Посмотри, пожалуйста, чтобы у тебя были четкие пальцы, да, активно они падали и поднимались. В верхних позициях в ре-мажоре, когда ты забираешься наверх, да, посмотри, чтобы у тебя большой палец остался все-таки на пятке, вот здесь вот, да, не забирайся на обвечайку. Да, и очень важно, чтобы у тебя переход наверху были мягкими, да, не толкайся, да, не толкай переход на первый палец. Используй, пожалуйста, весь смычок, да, звучит гамму. В арпеджио, когда забираешься, подготовь сразу верхнюю позицию, чтобы у тебя три пальца упали беспрепятственно, скажем так. Да, и обязательно последием, чтобы это весь смычок расходовало. Что касается Си минора, но там вот, видишь, не получается переучить, уже звучило крепко при спуске вниз открытые струны, мы об этом говорили много раз уже, да, не знаю сколько. Проучи, да, то есть, забудь и выучи заново. Вот. И звучи, конечно, сейчас будет резко звучать, слишком близко встает. И арпеджио то же самое. В первую позицию стремите меня, спускайте, вот первую покажу. Когда я играла в патрию, что-то там, о чём-то задумывалось. Открытая струна, да? Да, вот посиди, пожалуйста, да, и мягко соединяй струны. Хорошо, дослушивая каждую ноту, и чтобы у тебя метр, да, был одинаковым. Ты длительности потом просто два раза быстрее играешь. Да, вот здесь играла. Чтобы в три раза живее это было, да, тогда вот помедленнее просто начни. Чтобы это было звучно, да, хорошо. Что касается этюда, нот нету, буду сейчас наизусть. Постарайся, пожалуйста, вот сейчас карандашом посмотреть. Значит, Мазас написал на четвертую долю, пауза, четвертую долю, да? Пауза. Пауза. Нет. Так, заряд осталось 5%. Я успею теперь всё договорить. Значит, что касается дальше. Славенькие пальцы. И подвинутые. Пауза тоже. Пауза. Прогладь. Прогладь. На детаже проучи уменьшенные. Пауза. Пауза. Да, и это поярче, это же вершина. Доминанта пришла в ми мажор. Играешь. Какой-то ля мажор, да, сама заметила. Пауза. Пауза. Играешь второй. Тогда смелее это звучи, потому что там Мазас всё-таки написал. Уже не надо, уже не успеешь. Выучи, как-то ты показывал, приносил. Дальше самое интересное. Певучий, дольчий, да. Также Пауза. Тоже певучий. Ти-ти шестнадцатый. Два. Скажи два. Раз. Два. Это два. Да, правильно, что в первый раз, так и второй сыграешь. Это у тебя хорошо получается. Да, вот повнимательнее там со штрихами. Не всегда понимаю, какое у тебя там распределение. Дальше вот слушаю. Тоже самая пауза. Штыри. Сейчас. Я в своём темпе играю, в своём, конечно, играю, да, чтобы время сэкономить. Стакката проучить. Во-первых, и соль, диез, и интонация там приблизительно. И там играешь не четверть с точкой, да, в два раза живее, да. Два. И тут на вторую долю получается. Пауза. Не сделала гаммы, всё равно какая-то фальшивая. Ре диез. На деташи проучил. Ладно, отдельно. Пауза. Значит, вот отдельно, посмотри, играешь в минор. Да, ду-дьес, полутон здесь, да, через струну. Фа-дьес на дупикер, а здесь ду-дьес на дупикер, хорошо. Большая секстра, октава. Да, играй здесь, вообще, конечно. Не срывайся, я один раз тебе показал блюстры, да. Не нужно копировать, не нужно, а то не управляем у тебя, получим, стакат. Не нужно, не нужно, да, сыграй там. Да, и тоже отдельно. Да, тоже приблизительно минуты. В конце, ля мажор, да, немножко вот тонны, полутоны. Конкретно ля. А первая позиция, кстати, больше, чем третья какая-нибудь. Да. Да, и смешивайся на ручок, и на вибрацию, хорошо. Вот проследи за этими вещами, да, вот, ритм, во-первых, интонация, да, а то в начале для меня это было новость, потому что, и, знаешь, сюда, в четвертую долю паузы, не проходили, что ли? Да, и певучие вот эти вот вирические, да, вот, чтобы вот все это вот, ну, пело, да, два образа тут, конкретно такие, да, два две ноты отдельно прям по луче, сыграла гамму свою, ре мажор, там, си минор, да, и два две ноты, прям приступай, слушай. Дошла к вету, а потом играй. Ладно, вот, позанимайся, вот, просиди за этими. В гамме, конечно, тоже, гамм каждый день играть нужно, да, утром, днем, вечером, все, давай, потом отпишись.